В эфире программа «Городские встречи» и сегодня у нас в гостях Кирилл Шишкин и Александр Максимов. Ребята организовывают зимнюю полосу препятствий под названием «Сила духа» и расскажут нам сегодня о том, к чему рязанцы могут подготовиться. 28 февраля, насколько я понимаю, пройдут соревнования. Расскажите о том, как вы решили собрать всех любителей спорта в одном месте в один день? Идея пришла, наверное, у нас вместе с Сашей. Мы как-то раз встретились и решили сделать что-то такое необычное в нашем городе, связанное, конечно, со спортом. Учетывая то, что на спорт сейчас пошла мода, мы решили проверить, насколько эта мода действительно переходит в что-то действенное. Насколько люди себя могут проявить, какое-то соревнование между фитнес-центрами, либо какими-то организациями сделать в масштабном таком формате. Идея начала развиваться постепенно, потихоньку, получила поддержку уже со стороны нашего министерства спорта. И это все выливается сейчас в интересное соревнование, аналогов, которым еще в Рязани, во всяком случае, нет. И практически нет в России, потому что формат зимнего соревнования проводится так же, либо впервые, либо был где-то очень легонько задет. Тогда такой вопрос. Есть ли эта полоса препятствий, направление близкое к модному сегодня кроссфиту? Каким уровнем подготовки должны обладать участники, те, кто захотел принять участие в ваших соревнованиях? Уровень подготовки может быть совершенно разный, начиная от профессиональных спортсменов, заканчивая простыми людьми, такие, как большинство, да, кто чуть-чуть приравнен к спорту, чуть-чуть следит за своим здоровьем. Соревнования направлены не только на силу, но и на ловкость, на командную работу и на координацию. Поэтому будет интересно всем. Если я правильно понимаю, соревнования будут очень массовыми. То есть каким будет состав команд, сколько человек войдет, сколько команд вы вообще планируете допустить на соревнования? Я начну. Команды изначально мы хотели делать большие, по аналогии с похожими соревнованиями в России. Но, посовершавшись с Кириллом, решили, что сделаем команду из шести человек, где не менее двух будет девушек. В зависимости, да, женского пола. Четыре мужчины, две девушки, чтобы команды были немножко уравнены. Поэтому сделали так. Да, такой состав из шести человек. Понятно, что мы можем привлечь большее количество девушек, но обязательно количество, чтобы их было минимум две. То есть испытания проводятся в формате не только такого спортивного соревнования, именно показания своей физической силы, своего физического духа, подготовленности. Но еще с элементами шоу, так как это будет все немножко комментироваться, демонстрироваться со сцены для зрителей. Зрители будут это видеть воочию. То есть она компактная, эта полоса препятствий, которую мы устраиваем. То есть она по протяженности будет составлять порядка полутора километров. И оснащена какими-то препятствиями, которые нужно преодолевать именно командно. И все зрители могут с определенной точки за этим всем наблюдать. Поддерживая свою команду, видеть практически это все воочию. То есть как такая, ну не онлайн-трансляция, а вот она прямо перед ними будет. И это является небольшим уникальным моментом. Так как в больших соревнованиях, как гонка героев и другие подобные, зрители не видят. Люди убегают и практически находятся там одни. У нас все соревнования будут на глазах у болельщиков, у зрителей. Это будет интересно. То есть можно будет как на биатлонной трассе, допустим, поболеться, поддержать. Да, кричать, давай, кащи его. Обязательно, конечно. Будет ведущий, который будет у нас вещать, комментировать, шутить. Будут призы на сцене. То есть будет не просто это соревнование спортивное, это будет. Мы хотим сделать социально направленный проект, который будет интересен всем, как и зрителям, и с детьми. Просто приехать, посмотреть, погулять на свежем воздухе. Насколько я понимаю, довольно-таки серьезные испытания ждут участников. Будет ли заранее заявлено, какие упражнения надо готовить для того, чтобы победить? Это, наверное, такая особенность кроссфита. То есть мы именно продвигаем это направление. Особенность заключается в том, что испытания разного формата и характера будут представлены в программе, но о их конкретном назначении, конкретных задачах, которые представлены перед спортсменами, не говорится совершенно ничего. То есть говорится общая информация, что вам нужно преодолеть полосу препятствий, которая оснащена десятью точками, где проверяется сила, выносливость, ловкость. Им что-то нужно будет перетащить, кого-то подтянуть, выполнить какие-то упражнения вместе. Но какие конкретно, никто не знает. Получается, когда все спортсмены, гости приезжают уже на саму точку испытания, в Семен-Оленинском, я, наверное, скажу, где это будет проходить, то есть они только там ознакомятся со всеми соревновательными испытаниями. А допустим, конечно, подсократить дистанцию полтора километра никому не удастся. Но если кто-то из участников команды схалтурит или выполнит это упражнение не совсем до конца, что тогда? На этот предусмотрено, нужно сказать о том, что команда, выбегая на эту полосу препятствий, с ней бежит тренер, судья, который следит за качеством прохождения данных элементов. Если происходит нарушение, присуждаются штрафные баллы. Один штрафной балл равняется 10 секундам плюсом к времени. По прохождению этих всех препятствий, когда заканчивается сама гонка, подсчитываются штрафные баллы, прибавляется время к их итоговому. И такой вот вопрос у меня, например, возник. В этом году зима настолько непредсказуема в плане погоды, и что будет 28 февраля, предугадать практически невозможно. Как думаете, не испугаются участники, например, дождя или наоборот сильного мороза? Я думаю, для этого для участников будет еще интереснее. То есть это такая еще дополнительная особенность, которая придаст испытаниям лишнюю сложность, непредсказуемость. То есть будут плохие погодные условия, это будет интереснее смотреть, за этим будет интереснее наблюдать. И самим участникам тоже проявить себя в нестандартных условиях. То есть тем более, то есть тот же самый формат кроссфита еще больше подчеркивается. Непредсказуемость испытаний. То есть действительно человек должен стараться быть готов ко всему. Пускай мы это делаем, я еще раз повторюсь, не в такой жесткой форме, как это сейчас популярно. То есть само направление кроссфита пришло к нам из Америки, но там все проходит на таких очень серьезных уровнях. То есть у нас это пока пробный вариант, так чтобы каждый мог попробовать, понять, что это, и может быть заразиться этой идеей действительно проявлять себя затем в каких-то физических соревнованиях. Так же хорошо и здорово, вот как он, допустим, проявит 28 февраля. А если подумать о зрителях, если кто-то замерзнет, промокнет? На территории спортивного комплекса развлекательного Семена-Ленинская есть теплые помещения, есть кафе, где можно пойти, погреться, согреться. Для участников есть большое помещение отапливаемое, где они могут переодеться после соревнований. Также в мокрой одежде мы предполагаем, что это будет, чтобы они не заболели, прийти опять туда же, одеть чистую одежду и спокойно ждать уже подведения итогов. То есть все условия, все вы продумали, да? Конечно, конечно. Мы, конечно же, делаем, как я, наверное, еще раз повторюсь, из этого такое спортивно-развлекательное мероприятие, то есть оно прям не 100% ни одного и ни другого формата, а совмещенного, куда привлекаем, наверное, тоже и ярких представителей нашего шоу-бизнеса, то есть чтобы гостям, тем же самым зрителям было интересно не только наблюдать за своей командой, поддерживать ее, да, но также поучаствовать в какой-то шоу-развлекательной программе, да, в которой они также могут принять участие и получить хорошие подарки и призы от наших друзей, от наших партнеров, спонсоров, которые вот, ну, откликаются на наш призыв принять в этом участие. Это очень приятно, что люди такие не пассивные, как бы это грубо не звучало, а наоборот, хотят себя проявлять, тем более в чем-то новом, модном, интересном, нам это очень приятно. Поэтому всем гостям, просто даже тем, кто чисто случайно окажется в Семен-Оленинском, будет проезжать мимо, будет интересно просто принять участие в этом мероприятии, как зритель, как гость, получить новые эмоции, впечатления, ну, и если получится, и подарки в том числе. Наши телезрители сейчас увидят выпуск и захотят принять участие. Как они могут подать заявку, как обратиться к вам? Для этого у нас есть уже какое-то оснащение на интернет-ресурсе, да, то есть у нас есть странички ВКонтакте с конкретным и одноименным названием «Сила Духа», то есть вы можете найти нашу страничку, увидеть контактные номера телефонов, как прямой городской, так и можете связаться по личному номеру, допустим, со мной, с одним из организаторов, да, то есть если кому-то важно, вы прям можете записывать 8-910-627-5555. Все очень просто, звоните, если у вас есть при этом команда из шести человек, либо вы просто сами лично хотите принять участие, но еще не нашли, так сказать, тех людей, компаньонов, которые вас в этом поддержали, вы также можете подать заявку индивидуально, и мы на основании этих индивидуальных заявок сами сформируем вам команду. У вас еще есть время, чтобы подать заявку и проверить, насколько вы сильны духом. С нами были Кирилл Шишкин и Александр Максимов. Увидимся. Всего вам самого доброго.